Субтитры предоставил DimaTorzok Заметные события при Ангаре, Забайкале, Монголии и Китае в материалах моих коллег из телекомпаний этих регионов и стран. И вначале краткий анонс тем выпуска. Международный водный форум прошел в Иркутске. Одна из наград отправилась в Бурятию. Мусорный вопрос. Готов ли региональный оператор приступить к работе в Забайкальском крае? Снежный покров до 30 сантиметров. В Монголии бушует непогода. Магистраль в будущее. В Китае собираются построить специальную дорогу для беспилотных авто. 53 пункта в декларации об устойчивом развитии на Байкале подписали участники второго международного Байкальского водного форума. В документе обозначены шаги по нормализации экологической ситуации, касающиеся питьевой воды. О других не менее значимых итогах расскажет мой коллега из Иркутска Олег Федоров. Более 30 лет работы в сфере экологического образования. Дважды лучший учитель России. А теперь еще победитель конкурса образовательных и просветительских проектов программы «Экопоколение». Все эти регалии принадлежат учительнице гимназии номер 14 из Улан-Удэ Ларисе Рассихиной. Она и сегодня на боевом посту. Поэтому награду из рук главы при Ангаре получает ее супруг. Это мой друг и соратник, с которым мы вместе 30 лет занимаемся экологией. А главное то, что все мероприятия, которые она проводит, они практикоориентированы и учат детей именно тому, как надо действовать, а не только теории. Церемония награждения победителей конкурсов проходит в завершении второго Байкальского экологического водного форума. Защита этих ресурсов – тема международного масштаба, поэтому сегодня на сцену поднимаются также иностранцы. Так, президент Пакистанского молодежного парламента по водным ресурсам получает один из призов Гран-при за активное участие в организации и проведении водного форума. Это первостепенная задача – сохранять запасы чистой питьевой воды для всего человечества. Потому что все мы представители одной семьи, а этот мир – своего рода глобальная деревня. Поэтому очень важно, что мы должны сохранять имеющиеся запасы питьевой воды для наших братьев и сестер, которые лишены этой возможности. Это важно и потому, что запасы питьевой воды в мире посчитаны, а население планеты увеличивается очень стремительно. Поэтому это так необходимо поддерживать качество питьевой воды на высоком уровне. За два дня работы форума был внесен ряд предложений. В частности, создание водных фондов субъектов России для улучшения системы водоотведения и канализации. Всего 53 пункта. Они войдут в декларацию об устойчивом развитии на Байкале, которую принимают по итогам форума. На заключительном пленарном заседании глава Приангария Сергей Левченко выступил с инициативой дать девиз следующего, третьего форума – «Чистая вода – путь к устойчивому развитию». Единственное, что нам надо, конечно, его наполнить правильным содержанием, потому что, как у каждого широкого понятия, может быть огромное количество граней, и каждый может понимать это по-своему. Но, тем не менее, мне кажется, что это такой объединительный девиз, под которым нам с вами всем можно поработать с точки зрения совмещения экономического развития и сохранения природы. Еще одним предложением было проведение Всероссийского водного конгресса в Иркутске в 2019 году. Региональные операторы должны приступить к работе с 1 января 2019 года по всей России, не исключение и Забайкальский край. Убирать, сортировать и утилизировать мусор там будет компания «Аллерон Плюс». Однако почва, что называется, не прозондирована до сих пор. Не определены точки под полигоны в муниципалитетах. Ответ у местных властей один – нет подходящих мест. Тему продолжит моя коллега из Читинской телекомпании «Альтес» Марина Леханова. Программа по логистике, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов грозится заработать на территории региона с 1 января 2019 года. За дело берется компания «Аллерон Плюс». Накануне в Чите состоялось собрание муниципалитетов по вопросу перехода к новой системе обращения ТКО. На заседание прибыли представители 20 муниципалитетов. Всего в совещании участвовало порядка 50 человек. Районы Забайкалья обеспокоены деятельностью регионального оператора «Аллерон Плюс», которая рискует не успеть к началу 2019 года сделать все необходимое для перехода к новой системе. За рекоператором обязанность собирать и хоронить мусор. Обязанность по оплате ляжет на плечи людей, которые сейчас воспринимают нововведения в штыки, пребывая в недоумении, за что будем платить и сколько. Тариф до сих пор не утвержден. Точки по захоронению мусора в муниципалитетах также остаются неизвестными. В территориальной схеме не отмечены места по сбору отходов, не обустроены контейнерные площадки. Их локация попросту не определена. Со слов рекоператора, работы в этом направлении уже ведутся. Успеть везде «Аллерон Плюс» намеревается за три месяца. Особое внимание, добавил представитель рекоператора, уделяется работе с частным сектором и отдаленными районами Забайкалья. Закон сегодня твердо сказал, что население обязано платить. Но они обязаны платить за что-то, за услугу. А вы реально эту услугу за три месяца организовать просто-напросто не сможете. Муниципалитеты в голос твердят, выделять точки для полигонов не хотим. В некоторых населенных пунктах процесс сбора и утилизации отходов уже давно отлажен. Так, в поселке Балига Петров Забайкальского района намерены бороться за своего нынешнего оператора. Местное население 95% за вывоз мусора там платит по 35 рублей в месяц. Пару лет назад в поселке установили 120 контейнеров. В Балиге, говорят, сегодня порядок. Сохранится ли он с рекоператором, пока вопрос открыт. Коротко о других заметных темах при Ангаре и Забайкалье далее. Редактор субтитров А.Семкин И к международному блоку новостей. Мокрый снег толщиной до 30 сантиметров выпал в Монголии. Больше всего от стихии пострадали северная и центральная часть страны. Сельхоз товаропроизводители убрали только половину всех культур. Какой потерей урожая грозит непогода, расскажут корреспонденты телеканала UBS из Улан-Батора. В прошедшие дни на большей территории страны, особенно там, где занимаются земледелием, а это северная и центральная часть Монголии, выпали осадки. В некоторых местах толщина снежного покрова достигла 30 сантиметров. В настоящее время убрано до половины сельхозяйственных культур. В целом, всего засеяно около 500 тысяч гектаров земли. По данным Министерства сельского хозяйства и легкой промышленной Монголии, в этом году намерен собрать 450 тысяч зерновых, 150 тысяч тонн картошки, около 100 тысяч тонн овощей и 85 тысяч кормовых. Неблагоприятные погодные условия в начале месяца осложнили уборку урожая. Поэтому специалисты заверят, как можно в качающие сроки намолотить больше зерна, использовать технику по максимуму и не допустить, чтобы домашний скот отстоптал поля. У нас на местах работают местные штабы, которые координиуют работу по уборке урожая. Несмотря на сложные погодные условия в Телингийском, Пулганском, в Центральных Аймаках, в настоящий момент мы собрали более 30% картошки, 50% овощей, а вот зерновых не более 10%. В целях поддержки земледельцев правительство Монголии своим постановлением привело территорию 60 сомонов в 7 Аймаках областей выразить земледельцев. Также в целях нормального проведения уборочной выделены 3,5 миллиона литров горючего на льготных условиях. Беспилотные автомобили сегодня являются уже не призрачным будущим, а вполне себе настоящим. По крайней мере в Китае. Такой транспорт легко объезжает препятствия, быстр и не создает аварийной ситуации. Однако новым машинам нужны новые дороги. Какие? Этим вопросом задались коллеги из Поднебесной с телеканала CGTN Русский. Каждый квадратный метр компьютерной конференции Alibaba 2018 года в Ханчжоу показывает, будущее уже наступило. Технологии готовы перевернуть представление о всем привычном. Сегодня практически каждый скажет, как должен выглядеть идеальный автомобиль. В скором будущем люди смогут просто сидеть в машине или спать. Автомобиль сам-то везет вас куда ходите. Это будет очень легко и удобно. Автомобили будущего – это беспилотные транспортные средства, которые будут учитывать персональные особенности и станут более безопасными. Китай является крупнейшим в мире автопроизводителем и авторынком и задает вектор развития в сторону умных машин, которые способны справиться с управлением сами. Оказалось, главная проблема на их пути – отсутствие необходимой инфраструктуры. Техногигант Alibaba заявил, что он совместно с партнерами приступил к разработке специальной автомагистрали для беспилотных машин. «Мы готовы работать с другими группами и компаниями, чтобы воплодить в жизнь идею высокотехнологических скоростных трасс, которые работали бы на базе искусственного интеллекта и концепции интернета вещей. Дело в том, что умные автомобили могут перемещаться только в такой же умной среде». Звучит просто, однако для достижения этой цели потребуется тесное сотрудничество должностных лиц, предпринимателей и ученых. «Сейчас многие продвинутые компании проводят испытания полностью автономных автомобилей. Мы надеемся, что путем взаимодействия разработчикам удастся решить некоторые трудности в развитии беспилотных машин». «Алибаба» поставила разумные сроки выполнения задачи до 2038 года. При поддержке Министерства транспорта страны и других компаний, таких как Intel и China Unicom, учреждена так называемая «Суперлига-2038». Ее члены надеются за 20 лет изменить правила дорожного движения в лучшую сторону. Василис Лукашевич, CGTN. «Высокие технологии и древние традиции» – это точно про Китай. Там отметили старинный праздник – день середины осени. Дарить юэбины, пряники в форме луны, соленой или сладкой начинкой – главные вкусные обычаи этого праздника. В этот магазин в Шанхае очередь начинают занимать задолго до его открытия. Наибольшим спросом у покупателей пользуются свежеиспеченные юэбины или лунные пряники. В Китае без этого традиционного лакомства невозможно представить себе ни одно застолье по случаю праздника середины осени. У местной выпечки, уверены покупатели, есть все шансы стать главным блюдом праздничного стола. «Я люблю бульон внутри них. Он необыкновенно вкусный. Чаще всего начинка в лунных пряниках сладкая, но только не в этих. Они придутся по вкусу любителям мяса. А таких в Шанхае, как видно, немало». «Мне нравится, что тесто совсем тонкое, а мясо внутри свежее и очень нежное. Это просто восхитительно». «Вчера вечером, когда мы закончили работу и вышли на улицу, тут уже занимали очередь. Мы открываемся в 7 утра, так что многим пришлось ждать почти 12 часов». В уезде Лодзин неподалеку от Шанхая к празднику приурочили соревнования по ловле крабов. В конкурсе мог принять участие любой желающих. Таких набралось больше 200 человек, причем взрослые и дети соревновались на равных. В уезде Сунтао провинции Гуйчжоу прошли традиционные бои быков. Свидетелями этого зрелища стали не только местные жители, но и туристы со всего Китая. «Мы приехали сюда всей семьей. Давно хотели увидеть бои быков вживую. А еще нам очень понравилось выступление народности Мяо». Город Гуанцзок к празднику середины осени украсили несколько десятков световых инсталляций. Праздничное настроение при виде всего этого буйства света и цвета гарантировано. «Мне было чуть больше десяти лет, когда я начал учиться делать такие фонари. Наш мастер был очень строг, не упускал ни одной детали. С тех пор и материалы, и технологии значительно усовершенствовались. Но мы по-прежнему с большим трепетом относимся к этому ремеслу. Для нас эти фонари – символ гуандунской культуры». «Для меня Джунь Цюдзе всегда был праздником разноцветных фонариков. Это наша традиция. Теперь для их создания используют современные разработки. Тематическая выставка световых инсталляций «Путь к возрождению» произвела на меня очень сильное впечатление. Для молодежи это важно еще и с точки зрения воспитания патриотизма». В городе Чэнду, провинции Сычуань, к празднику середины осени подсветили местную копию Эйфелевой башни. А небо над ней окрасил во все цвета радуги праздничный фейерверк. Люси Си Цзю Тен. Это все, о чем я успел рассказать к этой минуте. Самые актуальные новости соседних регионов и стран в эфире ТВКома смотрите каждый будний день в 20 часов 10 минут. С вами был Батар Ламбаев. До встречи в эфире. Продолжение следует...